Привет, друзья! Меня зовут Александр Шиллинг, и сегодня мы поговорим с вами на тему PHP редакторы. Недавно я написал уже статью на эту тему, но в этом небольшом видео я хотел бы вам еще раз повторить, какие PHP редакторы есть, показать, где их можно скачать, и как бы показать те, которые понравились лично мне. Итак, основные PHP редакторы, которые я использовал, это Sublime Text, PHP Storm, Zen Studio, PHP Designer, Optana Studio, Commodore Edit и NodePay++. Некоторые из них платные, некоторые бесплатные, и как бы здесь даже бесплатные не значит, что они хуже платных, так же как и платные не значит, что они лучше. Итак, Sublime Text, PHP Storm, Zen Studio и PHP Designer являются платными, и Optana Studio, Commodore Edit и NodePay++ бесплатные. К сожалению, NodePay++ недоступен под Linux, так что если вы используете систему Linux, то вам придется использовать другой редактор. Также PHP Designer недоступен под Linux. Остальные все доступны под Linux, Mac и Windows, естественно. Я рекомендую вам использовать первые два, это Sublime Text и PHP Storm. Sublime Text это больше PHP редактор, а PHP Storm это уже немного больше, чем простой PHP редактор, это IDE. Итак, первый Sublime Text, его можно скачать по этому адресу, перейдя здесь в Downloads и выбрав нужную для вас версию. Если у вас Macintosh, то выбираете OS X, если Windows 32-битная, вот эту версию, если 64-битная, эту, если Linux, то, соответственно, выбираете эту версию. Также можно скачать Portable Version, это версию, которую можно запустить без установки. Возможно, кому-то это будет удобно. Итак, следующий это PHP Storm или Storm, если читать по-немецки. Также есть версии под Windows, Mac и Linux. Для Windows переходите здесь в Products, Downloads и выбираете версию Windows и нажимаете на эту кнопку. У вас есть 30 дней, чтобы попробовать и испробовать эту версию, то есть полную версию. После этого времени вам предложат купить лицензию. Либо она будет отключаться, по-моему, каждые 2 часа или 20 минут, я не помню. Но всё равно будет работать дальше. Кстати, с Upline Text можно использовать и без покупки лицензии. Только время от времени у вас будет выскакивать окошко, что, типа, купите лицензию. Но, закрыв это окно, вы можете дальше работать без всяких проблем. Так, следующий это Zen Studio. Скачать его можно на сайте Zen.com. Здесь выбираете также версию под Linux, Mac или Windows и нажимаете скачать. Следующий это редактор PHP Designer. Скачать его можно по этому адресу. И здесь выбираете Free Downloads. После 20, по-моему, дней вы должны купить лицензию, чтобы использовать его дальше. Так, на этом с платными мы всё. И теперь бесплатный. Это Optano Studio. Его можно скачать как отдельное приложение, также и как плагин для IDE Eclipse. Те, кто знает, что такое Eclipse, могут использовать эту версию. Всем остальным я рекомендую устанавливать версию Standalone. Оптана Studio доступна под Linux, Windows и Macintosh. Так, следующий это Commodore Edit. Есть также Commodore IDE, но она платная. Ну, кстати, как бы, по функциональности она, по-моему, не сильно отличается от Commodore Edit. То есть, сам редактор это вот этот вот Commodore Edit. Здесь есть версия также под Windows, Macintosh, Linux и так далее. То есть, тоже заходите на этот сайт, переходите к Commodore Edit. Важно не E3, а именно Edit. И нажимаете на скачать для той версии системы, которую вы используете. И последний это редактор NodePaid++, который доступен, к сожалению, только под Windows. И здесь вы можете либо выбрать версию, которую вы хотите, либо скачать актуальную версию, нажав на кнопку Downloads. Так, здесь я уже скачал 2 редактора PHP. И давайте установим сначала Sublime Text, а потом PHP вставим. Итак, запускаем установку. Здесь нажимаем Да. Здесь Next, 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 Next. Install. И все. На этом Finish. Так, закроем это все. Sublime Text. Вот он. Сейчас покажу, как он выглядит. Первый раз он загружается, возможно, немного дольше. Но потом все довольно классно. Вот так он выглядит. Естественно, все на английском языке. Ну, как бы, если вам нужно, можете найти русификатор. Но я думаю, если вы хотите научиться программировать, то английский язык, это для вас не должна быть проблемы. Допустим, если мы хотим написать какой-нибудь код, то мы выбираем здесь, допустим, язык, чтобы была подсветка. Допустим, это, пусть будет PHP. И тогда можно сразу начинать здесь писать код. И тогда он будет подсвечивать, допустим, echo hello world. То есть мы видим, здесь подсвечивается синтакс, также указаны номера строчек и так далее. Есть куча плагинов, которые шарят еще функциональность. Но об этом я советую посмотреть в курсе у Сереги. Я также писал об этом на своем сайте. Поищите, здесь где-то была ссылка. Могу даже сейчас найти. Вот настройка редактора Sublime Text. Так. Закрываем. И сейчас попробуем установить еще PHP Store. Здесь выбираем, да? Next. Согласен. Next. Да, создай на рыбочем столе. Ярлык. Install. Так. Ну и ждем, пока установится. Можно, кстати, нажать здесь на Show Details, и тогда будем видеть, что именно он делает. Кстати, для запуска Sublime, это редактор, поэтому он запускается довольно быстро, и я его использую для каких-то мелких правок, которые, допустим, мне нужно в каком-то сайте просто изменить там что-то, мелочь какую-то, то легче запустить Sublime Text, чем PHP Store, так как он запускается дольше, и там нужно создавать проекты и так далее. То есть, как бы, его я использую именно уже для таких больших проектов, для мелких правок вполне достаточно Sublime Text. Так, установился, нажимаем Finish, и уже вот можем запустить его, посмотреть. Здесь нам предлагают выбрать, если у нас файл с конфигурациями, если нету, то выбираем здесь I don't have a previewed version of PHP Storm, и нажимаем OK. Так, здесь спрашивается лицензия. Если вы уже купили лицензию, то можете ввести ее здесь, если не купили, то можете нажать на эту кнопку, перейти на сайт и купить лицензию. Также здесь можно ввести какой-то сервер и выбрать Evolution for Free, то есть на 30 дней бесплатно. Нам этот вариант пока подходит, нажимаем OK. Здесь читаем внимательно лицензию, нажимаем согласен и OK. и здесь вот показывает, что данная версия будет доступна до 4 сентября 2014 года, то есть чуть меньше или чуть больше месяца, точнее 30 дней. Так, здесь также предлагается настройка, ну мы нажимаем просто OK, и на этом как бы запуск PHP Storm завершен. Здесь мы можем создать либо новый проект, либо открыть существующий, либо создать проект из существующего проекта, то есть можем, допустим, скачать с FTP, через протокол FTP наш сайт с нашего FTP сервера, и потом работать над ним. Ну и также много других функций. Также можно использовать систему контроля версии, допустим, git, и можно работать как-то с ним. Вот, здесь конфигурация и так далее. Но я не буду останавливаться на этом, просто хотел вам показать, как примерно выглядит. Можно, конечно, создать новый проект быстренько и попробовать. Давайте назовем его test, пустой проект, и OK. Хотя бы показать сама, как IDE выглядит. Так, сейчас он все сделает. Так, разрешите. Так, здесь советы идут, их можно закрыть. Так, понял. Вот так, в принципе, выглядит IDE. Сейчас закончится индексация. То есть сама IDE присматривает все файлы, то есть все изменения, которые делаются с помощью этой IDE, они как-то где-то отмечаются. И, допустим, если настроить тот же git, то можно запросто возвращать исходный код на предыдущий день, там, или какой-то срок. То есть есть поддержка git, есть работа с FTP и много-много всего интересного. Допустим, давайте создадим новый PHP-файл. Назовем его просто индекс. Создать. И вот он создал нам пустой файл. Сделаем здесь то же самое. AU AU Hello Bolt Так, немножко подтормаживает. Надеюсь, он не зависнет. Нет. Вот. И закроем PHP. Так. Hello Bolt Допустим, также можно здесь включить, чтобы показывал номера строчек, также включить дополнительные всякие функции, но как бы об этом я не буду сейчас рассказывать. Вот так примерно выглядит это IDE. Здесь очень много функций. Допустим, мне нравится то, что можно скачивать с FTP-сервера или SSH через протокол SSH либо работать как-то через Git и так далее. То есть, очень удобно. Можно всякие штуки делать. Допустим, можно заметки здесь делать. То есть, когда вы пишете код, вы делаете, что нужно еще сделать, и пишите туда заметки. Вот. Также есть работа с базой данных и много-много всего. Так, закрываю. И на этом, в принципе, все. Заходите на мой сайт, читайте статьи, пишите комментарии к этому видео, ставьте лайки, если вам понравилось. Увидимся в следующем видео. Всем пока.